Ну вот, пожалуй, если... Да, звукрежиссер сказал, работаем. Если сейчас брать именно спортсменов, которые вот на слуху у представителей, был самбо украинского, самбо, то Амос, вот, пожалуй, один из когортых. Это плеяда реально крутых бойцов, которые собрались вот за последние, наверное, три года. Их фамилии, вот, ну, наверное, Беликов, который когда-то был в составе сборной Украины, насколько я помню. Амосов и Порубченко. Амосов, Порубченко, причем два брата Порубченко, они близнецы, насколько я помню. Это вот чемпионы, парни, которые спуска не дают никому, и в чьем будущем не верится очень легко. И приятно о ней говорить, потому что знаю многих лично, правильные, молодцы, как бы, парни с хорошей жизненной позицией. Реально спортсмены, реально духовитые воины. Ну и представитель Майкопа, представитель Майкопа, россиянин Ислам Берзегов, чемпион Южного федерального округа по боевому самбо, чемпион России среди вооруженных сил по рукопашному бою. И рекорд 5-2 против 13-0 у того же Амосова. Весовая категория 80 килограммов, 25 лет Исламу и 21 год Ярослава. Да, вы уж мне простите мою патетику, с которой я, как бы, говорю про Ярослава. А вы его просто лично знаете? Ну, во-первых, я его лично знаю. Они вместе с Никитой Крыловой занимались у нас как-то в Золотом Витязи. Мы, ну, в нашей сборной, мы и пообщались, и поспаринговали, поработали, и все. То есть есть, как бы, представление о том, что это за люди. Смысл в чем? Еще очень приятно видеть украинцев, представителей Украины, которые занимаются своим делом и занимаются им хорошо. Сейчас спортсменов с Украины в боях не очень много. А тут такая звезда, как Амосов. Ну, это действительно звезда, пожалуй, не только украинская, а вообще СНГ. Ну, вот этим вот прием, например, гильотиной, да? Ох ты. А, ну, он уже не гильотиной взял. Он задушил на минуточку Шемеля за урон. Что, на колы был прав, да? Да, и, может быть, даже сделал. Не удивлюсь. Он в ударной технике... Да, да, да. Да, да. Вот это уровень. Вот это уровень взял и съел. Да, при том, что Ислама, ну, не подарок соперник. Сильно не новичок. И здесь это... Это пока, обратите внимание, это один из немногих поединков, которые настолько уверены досрочно. Да, да, да. Нет, ну, Славе привет передавайте. Мои поздравления с победой. Большой молодец. Победы в дальнейшем всегда приятно наблюдать. Радуются за тебя. Поэтому с Богом побеждай дальше. Подвернулся на бок, ногу отключил, и все. И вот здесь уже позиция есть, фиксируемся. Умница. Ну, супер, прям супер. Изумительно. Очень красиво. Да, вот у него очень хорошо получаются эти удушающие. У него хорошая боксерская техника. Больше она не напоминает именно технику боксерского Слава Слева. Да, да, да. Вот вы знаете, золотые слова. Это правда. Ручки вместе, движение. Да, очень такая... Обеими руками вперед. Удары очень четкие, неразмашистые. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, а здесь посмотрите. Ну, видно уважение публики. Все логично. 14-0 на текущий момент. И безусловная победа. Так что, в общем, здесь сказать никому. Никто ничего не может. Он здесь Ислама перехитрил. Переделывали на уровне. Да, да. Взял сразу в одно движение практически замок. Перехватился. Потом чуть-чуть влезли. Хочется видеть Ярослава в боях за рубежом. Потому что здесь, наверное, он показал себя уже всем. И с лучшей стороны мы все его знаем, уважаем. И в профессиональном сообществе, и уже в широком, наверное, тоже. Хочется посмотреть, конечно, его бои за рубежом. Дамы и господа, в этом бою на первой минуте 27-й секунде удушающим приемом победу удержал боец в красном углу рынка Ярослава Мослава. С победой Ярослава это было красиво. Победа и слава. Для награждения победы.